МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести ульяновского региона. В студии Рина Шмыгова. Добрый день. И вот о чем будем говорить сегодня. Вакцинация сотрудников, обработка салонов. Насколько успешно регион противостоит вирусу и безопасно ли сегодня в общественном транспорте. Забытый в семье микрорайон. Жители верхней террасы живут в разрухе. Повсюду мусор, а по соседству люди без определенного места жительства. Когда во двор вернется комфорт и безопасность. И в Виновской роще продолжается благоустройство. К ремонту родника здесь приступят в конце августа. Россия ждет уже пятую вакцину от коронавируса. О новом отечественном препарате накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ожидается, что лекарства одобрят уже в этом месяце. А пока в каждом регионе активно блокируют распространение вируса. Масштабные работы на автотранспортных предприятиях Ульяновской области. Эти кадры, например, сняты в Сенгелеевском районе. В местном ПАТП два десятка автобусов, курсирующих как внутри района, так и по дорогам из муниципалитета в областной центр. Перед выездом на маршрут, а также на конечных остановках салон обязательно обрабатывают дезинфицирующими средствами. И это не единственный способ защиты. В каждом автобусе установлены рециркуляторы воздуха. Водители работают только в масках. Также требуют от пассажиров ношение масок и перчаток. Это финансово затратная часть, но тем не менее, дабы не заражать, не распространять данную инфекцию, мы идем на все меры. При этом сотрудники автотранспортного предприятия прошли вакцинацию свободно от рейса Фримя. Как говорят в ПАТП, здесь процент вакцинированных явно выше рекомендуемых специалистами 60%. От общего состава водители ведь понимают, что работают в постоянном контакте с людьми и стараются себя обезопасить. Предприятие, в свою очередь, готово стимулировать сотрудников. С целью стимулирования водителей к прохождению вакцинации, значит, мы прислушались к нашим старшим братьям, подписали соответствующие приказы. Конкретно в нашей организации это премия в размере 2000 рублей, либо два дня отгула. По данным регионального Минздрава, сейчас в регионе полностью вакцинировались около 250 тысяч человек. В центре Заволжье, но как будто всеми забыты. Так говорят о своем микрорайоне жители улиц 9 Мая и Жуковского. Обитатели двух- и трехэтажных кирпичных домов жалуются сразу на целый ряд проблем. От обилия мусора и отсутствия освещения до невозможности, по их словам, добиться решения хотя бы части вопросов. Игорь Кранц продолжит. Кресло, рядом с которым на табуретке граненый стакан. И тут же груда мусора. Это вовсе не декорация к какому-нибудь фильму про конец света, а самый обычный двор на верхней террасе. Те, кто обычно восседают в этом кресле неподалеку. Местные бомжи, как говорят жители расположенных рядом домов, иногда ведут себя спокойно, а иногда шумят. В любом случае, такое соседство удовольствия не доставляет. Впрочем, проблемы в этом микрорайоне, зажатом между улицами 9 мая Жуковского и Московской, буквально вытекают одна из другой. Да и саму улицу с громким названием 9 мая с победой тут не ассоциируют, именуют девяткой. У нас нет освещения по всей девятке до конца, от начала до конца. Вот остановка у нас, в которой тоже мы ходим без асфальта, нету дороги. Я с ребенком лично по осени тону тут, иду в сапогах резинах, мы тонем. Нет освещения. Старший ребенок у меня ходит со школы в зимнее время, я ее бегаю и встречаю, потому что 4 часа вечера уже темно. Детская площадка одна на десяток домов, как раз по соседству с подозрительными личностями, обитающими в кустах. Мусор, который дворники якобы не спешат убирать. А зимой добавляются и другие вопросы. Уже второй год бьюсь, чтобы козырек нам повесили, на нас глыбы падают, да. И мне уже я и в администрацию обращалась, и в эту строительную организацию обращалась. Мне все письма приходят, что должно группа сервиса это все заведоваться. Я записалась к начальнику, начальник меня проигнорировал. У них форс-мажорные обстоятельства. Когда же форс-мажор у кого-то из жителей, то снова сложности. И порой эти сложности в буквальном смысле могут стоить кому-то жизни. Весной вызвали скорую помощь. Скорая помощь не могла отъехать от дома. Застряла, дороги нету. И всем двором выталкивали. У нас там вообще ни тротуара нет, не обещали. Депутат до этого был. Пока жителям этого микрорайона остается надеяться, что внимание на их проблемы обратят. Но еще успокаивать себя, что район здесь тихий и спокойный. Это, пожалуй, единственное, что радует жителей этих домов на 9 мая и Жуковского. Главное, чтобы еще соседи без определенного места жительства эту самую тишину не нарушали. Вот только на вопрос, почему бомжи так и не стали предметом внимания соответствующих органов, здесь никто ответить не может. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Сразу несколько автомобилей сегодня в обед стали участниками аварии на Сельдинском шоссе. По сообщению очевидцев, в крупном ДТП есть пострадавшие. А накануне трагедия развернулась на трассе в Майинском районе. Пострадала молодая семья. Подробности по телефону сообщила Наталья Волойская. В Майинском районе Ульяновской области на 89-м километре автодороги Цильно-Майна-Чертановка в 13 часов, по предварительной информации, водитель, 21-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 12-й модели, совершил съезд на обочину, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры, 19-летняя девушка и 4-месячная девочка госпитализированы. Последние приготовления к масштабному благоустройству завершаются на роднике Сахарной. Накануне здесь прошел субботник, прилегающую к водоему территорию подготовили к началу ремонтных работ. К ним приступят уже в конце августа. В планах переоборудовать спуск к источнику, обновить ступеньки и перила, укрепить основание мостов. Самый большой объем работ – это восстановление каптажа. То есть то, что мы видим за бетонным ограждением, грунт будет сниматься, вывозиться. И на данном участке будет проведена засыпка щебнем песком и сделан как бы замок для того, чтобы в дальнейшем в воду не попадали вредные вещества. А уже в следующем году Волгу в Виновской роще очистят от полувековой линзы. Заблуждающее нефтяное пятно появилось на поверхности воды еще в 50-е годы прошлого века. С тех пор ликвидировать последствия промышленного сброса казалось невозможным. Мы сейчас должны сделать коптирование родников и очистить озеро. Тогда мы сможем остановить вот этот вот дебет, скажем, нефтепродуктов и оставить Виновскую рощу в первозданном воде. Если работы не провести сейчас, линза продолжит сочиться еще как минимум 20 лет. Завершить очистные работы планируют в начале 2022 года. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. В селе Ореховка Родичевского района появилась новая достопримечательность всего южного куста Ульяновской области. Красивейший храм в честь иконы Божией Матери – живоносный источник. Его высота почти с девятиэтажный дом. Храм осветил епископ Барышский и Инзинский филарет. Старый храм в Ореховке сгорел еще в сороковых годах прошлого столетия. А когда три года назад задумали построить новый, то даже не представляли, что храм иконы Божией Матери – живоносный источник превзойдет по красоте собственные 3D-эскизы. 27-метровый красавец построен в старорусском псковско-новгородском стиле и виден за десятки километров вокруг. Идея поставить на своей малой родине храм в память о своих родителях появилась у москвича Виктора Седова не так давно. Около года ушло на создание и согласование проекта. И меньше двух лет назад, в октябре 2019 года, был освящен закладной камень. И вот Виктор Седов вместе со своей семьей и священниками Барышской епархии встречает владыку филарета на освящение нового храма. Спасибо за все. Спасибо за все. Спасибо за все. Поздравляю себя. Это все. Виктор Седов, в октябре. Да, спасибо. Это все. Чин освящения престола храма – таинство очень ответственное. Оно длится около часа, по ходу которого технические действия по сборке самого престола прерываются молитвой. Несколько раз владыка филарет, священники и прихожане опускаются на колени и просит Господа избрать сей храм в жилище свое, осветить и благословить его. Твоя девушка из них храм всей жертвы не всей. И исполни Его света приспособленного. Избери Его жилище Твое. Сотвари Его место селения славы Твоя. Укроси божественное Твое мирное дрование. По окончании освящения храма все выходят на первый крестный ход. Владыка филарет останавливается у каждого из входов в это величественное строение, а священники окропляют весь путь святой водой. По возвращении преосвященный владыка обратился ко всем собравшимся с первым архипастерским словом. Главный посыл к ореховцам – не только любоваться внешними красотами нового храма, но и заходить на богослужение. После более чем векового духовного простоя у священников главная задача – вновь поселить веру в сердца людей. Спаси Христос, всех, кто управляет за священник храма. Надеюсь, что этот храм будет всегда наполнить молящимся. Потому что Бог нам есть придерживающие силы. Всегда мы в нем нуждаемся. В каждый момент нашу не думайте, что нам Бог только присмотит. Да, надо обратно не выписать. Бог нам всегда. Владыка Филарет провел первую в этом храме архиерейскую службу, а строителям осталось отыграть финальный аккорд. Нужно поставить колокольню, оградить и благоустроить территорию вокруг храма. Елена Тимонина, Дмитрий Гурин, Вести Ульяновск, из Радищевского района. Живописная аллея, современная велосипедная трасса и детский кафетерий – все это появилось в Индинском парке имени Горького. При разработке проекта постарались учесть все пожелания горожан. Как итог увлечения по душе в этом сквере найдут для себя и дети, и взрослые. В этом убедилась и наш корреспондент Яна Федорищева. Эти новые открыточные виды уже в объективах сотен семей. Молодые, когда празднуют свою свадьбу, приезжают именно сюда для фотосессии, потому что очень нравятся, допустим, натуральные материалы, дерево, перехлест, допустим, с природы. Это очень красиво смотрится. А ведь всего три года назад здесь были непроходимые заросли, забытые коммунальщиками тополя. А не раз потрепало на ветру. Четыре сотни аварийных деревьев пришлось свалить, как только в местной администрации узнали о победе в федеральном конкурсе. Когда проект был разработан, отправились мы на конкурс. К нашему огромному счастью мы в 2018 году в конкурсе победили. Это первый раз проходил этот конкурс среди малых городов и исторических поселений. И выиграли мы 55 миллионов. В свои 70 сквер обрел вторую молодость. Цветущая аллея, сказочный замок и двухметровая малина – исторический символ города в самом сердце парка. Здесь всегда чистота, порядок, все время ухожено. У нас как бы в городе еще ни разу такого парка красивого не было. Здесь и для детей, также и для взрослых, чтобы провести вечером досуг, элементарно там книгу прийти, почитать. Совсем скоро главным украшением сквера станет искусственный водоем с плавучим фонтаном. Пожелания по благоустройству оставляли сами жители. Так, кроме игровых площадок, обязательным условием для местной молодежи стало проектирование детского кафетерия. Строились мы зимой, после январских праздников. Мы переживали очень сильно. 24 апреля мы открылись и стали работать. Стали привлекать детишек. Первые автомобили свои приобрели. Сегодня на миниатюрной стоянке уже целый автопарк. Холодильники пестрат разноцветным мороженым. На прилавках райское наслаждение для любого сладкоежки. А уже завтра здесь установят и новый аттракцион. Запланировали здесь поставить батут. Заказали хороший, качественный, германский. Планируем завтрашним днем съездить и привезти его сюда и установить здесь у нас для ребятишек. В следующем году аналогичный кафетерий появится и в другом благоустроенном парке. Всего за это время в порядок приведут еще с десяток дворов и две зоны отдыха. Яна Федорищева и Антон Дурнов. Вести. Ульяновск. Инза. Поезд на родину Ильича. На Куйбышевской дороге запустили новый туристический маршрут. Холдинг РЖД организовал уже 10 рейсов для туристов по проекту «Яркие выходные в Приволжье». В нем сейчас участвуют Самарская, Пензенская, Саратовская, Кировская и Ульяновская области. А также республики Мордовия, Татарстан, Баршкортостан, Мариэл, Чувашия и Удмуртия. На сегодняшний день более 3000 туристов уже совершили путешествия в эти регионы. В Ульяновск турпоезд прибыл впервые. Первый туристический поезд Уфа-Ульяновск прибыл в наш город. Этот рейс чартерный. Разработано специальное расписание, потому что поезда, который приходит рано в Ульяновск и уезжает поздно из Башкортостана, нет. То есть это предоставляется именно эксклюзивно. Мы говорим, мы называем дополнительно, что это чартерный поезд. И программа делается под ключ. Завтрак, обед, ужин, объекты показа, интерактивы. Маршрут поезда проходит через Бугульму. Поэтому есть пассажиры из Татарстана. Всего около 200 человек. Любопытно посмотреть, какой город из себя, если бы мы тут не были. Интересно посмотреть вот этот маршрут по маршрутам Ленина. Посмотреть, интересно же вспомнить молодость. Очень интересно посетить Ульяновск, Волгу, посмотреть мост самый длинный над рекой. Ну и вообще интересно СССР посетить. Всегда для вас готовы песни, петь и танцевать. Гостей города «Семи ветров» в ходе экскурсии провезли по улицам, где вершилась история Сибирско-Ульяновска и его жителей. Мы едем по городу. Столько интересных исторических фактов. Здесь много сохранилось исторических объектов. Все-таки во многих городах России зачастую новые здания поглощают. А здесь все-таки мы видим, что есть возможность ознакомиться с историческими зданиями. В программу тура входит посещение дома-музея семьи Ульяновых, а также расположенного там же выставщинного павильона «Гараж СССР» ретро-мототехника. Вот он, маленький деревянный желтенький домик на каменном основании. Ульяновы проживут в нем всего полгода, но именно в этом доме и родится Володя Ульянов, будущий Ленин. Во время интерактивной программы участников тура торжественно приняли в ряды пионерской организации. Галстуки повязывали ульяновские пионеры с большим стажем. Помните, книга была Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Вот очень практически мы пытались именно это выполнить. У нас был свой командир. Он нас собирал и говорил, ни в коем случае не говорите, куда и к кому мы идем. Это действительно было интересно. Мы помогали в огороде, поливали также, траву могли убрать, дрова складывать потихонечку. Это было очень интересно. И самые интересные моменты – пионерские сборы в лесу. Костры пионерские, песни пионерские. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как окунулась как будто в детство, когда тоже так же принимали в пионеры в музее имени Ленина города Уфы. Там у нас было 15 человек самых лучших. Как бы выбрали с района, со школ и возили туда. Самых первых принимали в пионеры. И тут прям такой вот мандраж по коже. Еще гостей из Башкирии и Татарстана ждала прогулка на теплоходе по Волге. В обратный путь туристический поезд из Ульяновска отправился в этот же день. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее подразится информация о погоде. Хорошего дня и до встречи на телеканале «Россия». Увидимся. Сверное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. 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 Субтитры сделал DimaTorzok